Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеском Михаила. И сегодня мне в ремонт попал аппарат. Это Huawei Mediapad T2. Вот он. Сейчас попробую сфокусироваться. Huawei Mediapad T2 7-дюймовый, BGO, Defease DL09. С проблемой. На устройстве восстановлены настройки по умолчанию, чтобы продолжить вводить в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. Ну и далее нам вообще никак не нажать. То есть, планшет, кирпич. И если по каким-либо причинам вы не помните Google аккаунт, который вводили на данный телефон до сброса, то сейчас я вам покажу, как вы самостоятельно на домашних условиях можете обойти данную блокировку. Дело в том, что если... Ну так, приступим. Но если мы нажмем назад, телефон у нас, точнее, планшет просто тупо подвисает. Поэтому просто перезагружаем его. Перезагрузка. Перезагрузка. К слову, видео я снимаю вообще без какой-либо подготовки. Поэтому, ну скажем так, возможно, нюансы. Я сегодня в гостях в мастерской ремонт телевизоров, ноутбуков и так далее у своего знакомого. Находится он по адресу город Щелково, улица Талсонская, дом 1. Вход со стороны фикс-прайса. Проглашаем гостя. Обращайтесь. Отличный мастер. Кроме того, он прямо сейчас у меня в роли штатива, потому что штатива у нас с собой тоже нет. Поэтому приходится, ну скажем так, импровизировать. Ждем загрузки нашего аппарата. Я так понимаю, что тут мне подсказывают, что телефон, точнее, планшет на базе процессора Spedrum. Судя по производительности. Ну да ладно, это не имеет значения. Итак, идем далее. Еще раз далее. И останавливаемся на выборе подключения к Wi-Fi. Обращу ваше внимание, что для того, чтобы у нас все получилось, естественно, телефон должен быть подключен к сети Wi-Fi. Здесь выбираем «Добавить сеть». Здесь пишем что угодно. Ну, не важно, какой-нибудь текст. И выделяем этот текст. Далее здесь нажимаем три горизонтальных полоски. Меню. «Отправить». Промазал. «Отправить». И выбираем с помощью Gmail. Сейчас телефон прогрузится. Так, пропустить. Далее нам нужно добавить любой адрес электронной почты. Но ключевой момент любой, кроме, скажем так, Gmail. То есть, либо Яндекс.Почту, либо Mail.ru, либо Яхо. Это уже не имеет значения. Ну, давайте я для удобства добавлю Яндекс.Почту, потому что она у меня основная. Так, плюс ко. Готово. Да, видимо, так не сработает. Окей. Плюс ко. Собака. Яндекс.Ру. Далее. И вводим пароль. Но пароль по понятным причинам я вам показывать не буду. Покажем коробочку. Да. Вводим пароль, нажимаем «Далее». То есть, ключевой момент. Нам сейчас нужно попасть в приложение Gmail. Но попасть мы можем только под какой-либо другой, скажем так, почтой. Вот. Добавилась почта. И нажимаем «Перейти в Gmail». Далее. Слева сверху нажимаем на стрелочку «Назад». На этом же месте нажимаем на три горизонтальных полоски. Проматываем чуть ниже. Выбираем справку «Отзыв». Когда-нибудь эта справка подгрузится. Вот. Поиск по справке. Нажимаем сюда. Вызываем клавиатуру. И по-английски пишем «В» галочка «О». Выбираем самый первый пункт всплывающий по сказке «Get Started This Voice Access». Здесь мы видим окошко YouTube. Первый раз нажимаем на проигрывание видео. Ждем, пока это видео подгрузится. И нажимаем по названию этому видео. Вот этому белому. И у нас запускается мобильное приложение YouTube. Так. Обновить не сейчас. Далее. Свайп вниз. И свайп влево. Все мы это делали для того, чтобы попасть в мобильное приложение YouTube. Далее. Нажимаем три точки. Вот сюда, справа, сверху. Конфиденциальность. Только сейчас. Продолжить. Пропустить. Итак, мы попали в Google Chrome браузер. Это уже полпобеды. Далее. В браузере нажимаем на адресную строку. И заходим на мой сайт. Teleet.ru. И выбираем выбрать. Попадаем на мой сайт. Далее нажимаем на три горизонтальных полоски. Выбираем файлы. Опаньки. Так. Это мы уже проходили. Окей. Это уже, походу, персональные санкции против моего сайта. Ну, не суть важна. Тогда зайдем на эту страницу. То есть, заходим на Яндекс. Пишем teleet.ru. Найти. И идем по второй строчке. Файлы, необходимые для снятия блокировки FRP. Нажимаем сюда. То есть, как бы напрямую заходим на эту статью. Планшет ниже отпусти. Лампа отражается сильно. Вот так. Спасибо. Далее. Нажимаем скачать файл 1.6 АПК. Скачать. Обновить разрешение. Разрешить. Чуть-чуть. Ну, давай попробуем так, да. Итак, мы нажали скачивать файл 1.6 АПК. Занимает он что-то в районе 30 МБ. Естественно, его скачивание занимает, ну, какое-то время. Ждем, пока снизу появится кнопка «Открыть». К сожалению, качество Wi-Fi у нас сегодня, ну, скажем так, мягко говоря, не такое хорошее, как хотелось бы. Поэтому просто некоторое время ждем, пока он скачается. Продолжение следует. Даже непонятно, качается он или нет. Давайте проверим. Нажмем. А, вот, «Открыть». Появилась вот здесь «Открыть» кнопка. Скачалась. Далее, нажимаем на «Скачать файл 1.6 АПК» еще раз. Так, не поможет. Хорошо. Пойдем немножко более долгим путем. После этого нажимаем «Скачать файл 2.апк». Скачать. Окей. Файл 2.апк занимает, ну, скажем так, намного меньше места, но какое-то время на его скачивание тоже понадобится. Попробуем нажать «Открыть». К сожалению, 1.6 мы отсюда установить не сможем. И давайте скачаем третий файл. QuickSharkCodeMaker. Скачать. Окей. Это еще примерно 1 мегабайт. Нажимаем «Открыть». Снизу появилось уведомление «Открыть». И давайте для начала установим QuickSharkCodeMaker. Настройки. И разрешаем установку из неизвестных источников. Окей. Назад. Еще раз запускаем QuickSharkCode. Установить. Соглашаемся. Выбрать другого у нас нет. И выбираем «Открыть». Далее сверху несколько вкладок. «Действия», «Приложение», «Избранная история». Давайте пойдем в «Приложение». Проматываем чуть ниже. И здесь нам нужно найти любой файловый менеджер. Вот. «Диспетчер телефона». Я так понимаю, это оно. «Просмотреть». Нет, я ошибся. Это не то. Ищем либо файлы, либо проводник, либо файловый менеджер. Вот. «Файлы». Нажимаем на файлы. Выбираем «Просмотреть». Соглашаемся. Память телефона. Внутренняя память. Папка «Донлоад». Ну а теперь у нас есть полный доступ к файлам. Сначала устанавливаем 1.6 АПК. Установить. Ну, скажем так, планшет, я бы сказал, не отличается производительностью, поэтому установка занимает некоторое время. Кнопки «Открыть» не будет, будет только кнопка «Готово». Нажимаем «Готово». Далее запускаем файл 2.апк. Установить. И выбираем «Открыть». Справа сверху есть троеточие. Нажимаем на него и выбираем «Вход в браузере». Ок. И уже сюда вводим любой, но реально существующий, Google аккаунт, от которого вы знаете логин и пароль. Если такого аккаунта нет, можно на компьютере его создать, используя любой другой телефон. Давайте так, по понятным причинам пароль от этого аккаунта даже своего теста я вам показывать не буду. И нажимаем «Войти». Идет вход в систему. Займет он какое-то время. Не очень продолжительное, как правило. Ну, а теперь назад, 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 назад. Ну, скажем так, выходим из того, куда мы поназаходили. Идем в самое начало. Давайте закроем все вкладки. Назад, назад. Это он думает, сейчас прогрузится. Справка отзывов. Назад. Это Gmail, с которого мы все и начинали. Отмена. Ну и можно начинать далее. То есть, проходим процедуру первоначальной настройки заново. Далее, принимаю. Выставить настройки по умолчанию. Ну и знаю, давайте не разрешать. Окей. Далее. Далее. Принимаю. Разрешить. Хорошо. Тогда в этом случае просто перезагружаем наш планшет. Перезагрузка. Перезагрузка. И некоторое время просто ждем, пока он перезагрузится. Крепкий орешек, на самом деле, попался. Сколько там уже видео? 12 минут длится. Ну, скажем так, обычно все это занимает несколько меньше времени. Ну, это уже почти победа. Осталась самая маленькая. Это хорошо, что киво это радует. Ну да. Уже устал держать на телефоне. Да и домой уже пора ехать. Да что там делать? Все равно за утром она работает. Ну, что, домашнее задание есть в МИА аккаунты снять. Так, выбираем далее-далее. То есть, проходим заново процедуру при начальной настройке. Идем далее. Соглашаемся. Ну, пусть будет разрешить. Начать. Какой быстрый планшет. Ну да. Это уже в сообщения залез. Которые нам сейчас не особо нужны. Так, 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 так. Ну, пусть будет включить. Итак, если вы делаете это для себя, то эту победу можно полноценно пользоваться планшетом. Но конкретно я это делаю, ну, для товарища в ремонте. Поэтому идем в настройки. Проматываем чуть ниже и ищем аккаунты. Аккаунты. Выбираем Google аккаунт наш. И удаляем его. Удалить аккаунт. Естественно, удаляется не аккаунт, а учетная запись в самом телефоне. Ну, и также почту Gmail Яндекса. Точно так же. Отменить синхронизацию. Самое смешное, что я не знаю, как его отсюда удалить. Настройки аккаунта. Третья точа. Прикольно. Хорошо, зайдем сюда. Третья точа. Никак не удалить. Но окей. Давайте посмотрим следующим образом. Gmail мы уже удалили. Но от почты своей, к сожалению, избавиться не могу. Поэтому пойдем немножко более долгим путем. Что мы сделаем? В самом верху есть лупа. Нажимаем на нее. Выбираем русский язык. И по-русски пишем сброс. А, нету сброса. Хорошо. На самом деле плохо. Будем искать здесь сброс в настройках. Расширенные настройки. Восстановление сброс. Восстановление заводских настроек. Сбросить все настройки телефона. Сбросить настройки телефона. После такого сброса 100% никакого аккаунта у вас уже не будет. Более того, при загрузке телефона, при первоначальных настройках, можно будет даже его не подключать к Wi-Fi. Можно будет все пропустить. Вообще, эта блокировка возникает только если, скажем так, вы несанкционированно получаете доступ к телефону. То есть, делаете ему Hard Reset или перепрошивку телефона. Если же сброс вы делаете именно из настроек телефона, то подобной блокировки не будет. Итак, если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я считаю, что это лучшая благодарность. И если будут какие-либо вопросы, я постараюсь ответить на них в комментариях. Кроме того, если будут какие-либо срочные вопросы, свой вопрос можно задать мне в WhatsApp. Мой номер можно посмотреть в описании к этому видео. Только экономьте мое и ваше время. Сразу же указывайте точную модель телефона и тот момент, на котором у вас возникли сложности. Еще раз всем спасибо и до свидания. Подписывайтесь.